МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И конфликт интересов. За что российская интеллигенция обиделась на Трансперенсы Интернешнл? В США продолжается расследование по делу о вероятном вмешательстве России в президентские выборы. Перед представителями Конгресса вынуждены были отчитываться Фейсбук, Твиттер и Гугл. Компании обвиняют в том, что они не реагировали должным образом на оплату за политические объявления в российских рублях. В одном только Фейсбуке, по данным самой компании, группа российских пользователей опубликовала десятки тысяч записей с потенциальной группой охвата в более чем 100 миллионов человек. Клубок сетевой политрекламы распутывал Никита Баталов. Это произошло впервые в истории. Официальных представителей крупнейших социальных сетей вызвали в американский Сенат для допроса. Сотрудники Фейсбук, Твиттер и Гугл снова подтвердили факты попыток влияния на выборы в США со стороны аккаунтов, связанных с Россией. Так, с этих аккаунтов было опубликовано 80 тысяч записей в Фейсбук, почти полтора миллиона сообщений в Твиттере и 1100 видеозаписей в Ютьюб. Потенциальная группа охвата только у Фейсбук составляет 126 миллионов человек, или почти половину от всех избирателей в США. Представители соцсетей назвали произошедшее атакой на американскую демократию и ценности. Они отметили, что политическую рекламу покупали и другие страны. Однако массовым явлением это было только со стороны российских аккаунтов, признал генеральный советник Фейсбук Колин Стрич во время допроса. Во время выборов мы увидели согласованную работу по разжиганию розни и вражды. И уже после выборов мы увидели немало активностей, направленной на разжигание разногласий относительно легитимности избрания президента. То есть это продолжалось и после выборов? Это продолжалось, пока мы не отключили эти аккаунты. Запускал ли Китай подобную рекламу, чтобы повлиять на наши выборы? Нет, сенатор, я не в курсе этого. Вы не в курсе, а Туркменистан делал это? Я не знаю этого. А что насчет Северной Кореи? Я не знаю других иностранных субъектов, которые проводили бы подобные кампании. В итоге сенаторы раскритиковали социальные сети сразу по нескольким пунктам. За то, что они приняли недостаточный мер для защиты от иностранного влияния на выборы, не проследили, что оплата за политические объявления проходила в зарубежной валюте и слишком долго проводили внутренние расследования. Так, Фейсбук обнародовал данные о вмешательстве России лишь спустя 11 месяцев после выборов. Главный вопрос к представителям крупнейших социальных сетей состоял в том, что они смогут предпринять в будущем, чтобы подобного больше не повторилось. Фейсбук, Твиттер и Гугл пообещали усилить систему защиты, удалять подозрительные аккаунты и отказаться от политической рекламы, оплаченной иностранной валютой. Хотя и признали, что отследить зарубежное влияние среди сотен миллионов пользователей не так просто. Это лишь первое из трех слушаний в Конгрессе США с участием представителей Фейсбук, Твиттер и Гугл. Уже в ближайшее время их допросят снова на заседаниях других комитетов. Пишите нам свои комментарии. Если вы не тролль, начинайте их с хэштега «Я не тролль». Если о возможном влиянии России на формирование общественного мнения в США заговорили в прошлом году, то о ее влиянии на ситуацию в республиках бывшего СССР говорят давно. Разговор об этом зашел и в интервью Жанны Немцовой с президентом Грузии Георгием Магвилашвили. Предлагаем вам отрывок из этого интервью. Некоторые грузинские политики говорят, что то, что случилось в Южной Осетии и в Абхазии, коренным образом отличается от того, что произошло с Крымом. Вы разделяете точку зрения, что эти два прецедента различны? Или все же они во многом схожи? Между событиями в Грузии и в Крыму много общего. Единственное различие состоит в том, что Москва официально признала Крым частью России. Без сомнения, это беспрецедентный случай. Ведь с момента окончания Второй мировой войны ни одно государство не перекраивало свои границы военным путем. Разумеется, имели место конфликты на местном уровне. Но ни в одном из этих случаев одно государство не входило в состав другого с помощью военных. Однако, несмотря на различия, я бы хотел подчеркнуть, что в целом события развивались по одному и тому же сценарию. Это вовсе не секрет. Российские политики открыто и прямо об этом говорят с 2010 года. Россия проводит политику привилегированных интересов в близлежащих регионах. А это означает, что в случае осложнения обстановки в непосредственной близости от ее границ, Россия считает себя вправе применить на этих территориях жесткую военную силу. Я не согласен с утверждением о том, что сотрудничество с ЕС или НАТО является покушением на внешнеполитические интересы России. Эта точка зрения крайне эффективно продвигается российским политическим руководством. Десять или даже семь лет назад обе стороны весьма интенсивно сотрудничали в формате «Россия-НАТО». Россия как страна много инвестирует и сотрудничает с Европой. Россия является важным фактором, определяющим европейскую политику в сфере энергетики. Конфронтация с Европой нанесет России по меньшей мере экономический, если не политический ущерб. А какой имидж у Путина в Грузии? Не думаю, что стоит говорить о том, каков имидж Путина в Грузии. А каково ваше личное отношение к Путину? Об этом мне тоже не хотелось бы говорить. Каким может быть отношение одного президента к другому? У меня есть не личные отношения, а государственные интересы. У нас нет личных отношений. Есть интересы Грузии и России. Споры вокруг фильма «Матильда», балета «Нуреев» и «Гоголь-центра» Кирилла Серебренникова. Один за другим в последнее время скандалы сотрясают российский мир кино и театра. Для режиссера Серебренникова, например, пока все закончилось домашним арестом. А тут еще и последний доклад Transparency International под названием «Как руководители государственных театров платят гонорары сами себе». Кроме Серебренникова в списке – Олег Табаков и Олег Меньшиков, Геннадий Хазанов и Владимир Спиваков и другие. Театральных деятелей доклад явно возмутил. Наш московский корреспондент Юлия Вишневецкая поговорила и с правозащитниками, и с представителями театра. Это трейлер спектакля по поэме Гоголя «Мертвые души» в театре Олега Табакова. Сам Табаков играет Плюшкина. Как недавно выяснили сотрудники организации Transparency International Россия, на эту роль Табаков подписал контракт на 654 тысячи рублей со своим театром, то есть фактически сам с собой. На юридическом языке это называется конфликт интересов. Театр, с одной стороны которым руководит Табаков, и, соответственно, с другой стороны исполнитель Табаков, который получает деньги за свои услуги, которые он оказывает по этому контракту. Как выяснила Transparency, это распространенная, хоть и не общепринятая практика в российских театрах. Контракты со своими заместителями подписывали 14 руководителей театров из 135. Среди них Олег Меншиков, Геннадий Хазанов, Владимир Спиваков и другие известные деятели искусства. 11 из них согласовали сделки с Министерством культуры. Закон этого не запрещает. Еще трое – Евгений Марчелли, Юрий Куклачев и Кирилл Серебренников – такого согласования не получили. Расследование было опубликовано в тот самый момент, когда Серебренников оказался под следствием и домашним арестом по делу 7-й студии. Режиссер Михаил Угаров в своем блоге расценил действие Transparency как подлость. Сотрудники организации уверяют, что их расследование не имеет никакого отношения к этому уголовному делу. Конфликт интересов – это административное нарушение. А Серебренникова судят по статье о мошенничестве. Ну а что теперь? Не опубликовать? Под каким соусом можно не опубликовать что-то, что нам известно о нарушении? Как мы можем мотивировать, что мы что-то не опубликовали? Свои? Окей, хорошо. А в следующий раз, когда встанет вопрос, кто определяет свои, не свои? Хороший человек – плохой человек. Зампредседателя Союза театральных деятелей Дмитрий Мозговой считает, что к театру понятие «конфликт интересов» неприменимо. Если рассматривать театр как парикмахерскую в том числе, тогда, наверное, можно применять к оценке деятельности, я не знаю, к выплате гонораров или еще чего-то, можно принимать какие-то рыночные законы рынка. А так как они законно рынка не действуют на театр, то, мне кажется, это расследование как раз вот эту специфику не учитывало. В Transparency такие аргументы доверия не вызывают. Наверное, нужно как-то признать эту проблему, а не заталкивать ее под ковер, говорить, нет, мы тут со своей спецификой, у нас, это самое, не трогайте нас, у нас все нормально. По мнению Антона Поминова, расследование должно стать поводом для большой дискуссии о том, что такое конфликт интересов и как нужно изменить законодательство, чтобы таких случаев не возникало. Президент США Дональд Трамп после последнего теракта в центре Нью-Йорка распорядился максимально усилить проверку иностранцев. Напомню, что в результате теракта, когда преступник протаранил на автомобиле толпу людей, погибли не менее восьми человек. О реакции ЕС на это преступление и о том, что произошло в Нью-Йорке, а также о других новостях среды, в нашем обзоре. В Европейском Союзе выразили солидарность США в связи с терактом на Манхэттене. Как сообщалось во вторник, 31 октября, подозреваемый, иммигрант из Узбекистана, сбил несколько пешеходов и велосипедистов в Нью-Йорке, а потом выскочил из машины, угрожая оружием. Сообщается, что при нем были найдены пистолет для пейтбола и пневматическое ружье. Предполагаемый террорист был ранен полицией и задержан. Президенты России, Ирана и Азербайджана собрались 1 ноября в Тегеране. Формальной причиной встречи стали трехсторонние экономические отношения. Но Путин и его иранский коллега Рухани также обсудили ситуацию в Сирии и иранскую атомную программу. По обоим вопросам у Москвы и Тегерана есть сильные разногласия с Западом. В России вступил в силу закон о запрете так называемых анонимайзеров для захода на заблокированные интернет-ресурсы. Сделано это в том числе для того, чтобы пользователи не смогли зайти на сайты, которые попали в черный список Роскомнадзора. Если владельцы анонимайзеров и подобных сервисов нарушат закон, то будут сблокированы сами. Правозащитная организация Amnesty International заявила, что запрет стал серьезным ударом по интернет-свободе в России. Производство популярного американского сериала «Карточный домик» приостановлено. Исполнительного продюсера и одновременно главную звезду проекта Кевина Спейси обвинили в сексуальных домогательствах. Претензии предъявили уже несколько мужчин. В компании заморозили съемки картины до прояснения обстоятельств. Накануне Кевин Спейси признался своей гомосексуальности. Похоже, что «Карточный домик» всемогущего Фрэнка Андервуда, роль которого много лет исполнял о скандалившейся теперь Кевин Спейси, окончательно рухнул. О развитии событий ДВНовости расскажут завтра, в том числе и на каналах наших партнеров. Всего вам самого доброго и оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин